Если же человек злонамеренно умертвит ближнего своего, то и от жертвенника моего заберешь его на смерть. То есть не может он искупиться ничем, если злонамеренно, то есть этот человек понимает, что он не может далее существовать в духовном пути, если он это желание в себе полностью не искоренит. Если он не мог исправить это желание иным способом, только как умертвив его, то вся эта система, все 10 сферот его, они уходят с этого действия, с этого вида работы. То есть от жертвенника моего заберешь? От жертвенника моего, то есть никаких, вплоть до молхут, ничего от него не остается, он должен заново начинать свою работу. То есть никакие жертвы не принимаются? Ничего. Если он не имеет возможности, это то же самое, как ты говоришь, нужна ли смертная казнь или нет. Когда тебе предлагают, убивай, прочищай, пропалывай человечество, займись этой прополкой. Если ты с чем-то, с кем-то не можешь работать, значит ты не можешь исправлять ничего и никого. Значит нельзя тебе доверять вообще ничего. Если кто-то мне... Если ты кого-то считаешь, что надо уничтожить. Нет такого в мире желания или человека, или явления, или действия, которое не нуждалось бы в исправлении и которое невозможно было бы исправить. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!